Билли Грэмм – это учитель или лжеучитель? Мир вам, братья и сестры, крестьяне. Уильям Билли Фрэнклин Грэмм родился 7 ноября 1918 года, Шарлотт, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки. Умер 21 февраля 2018 года, Монтрит, Северная Каролина, США. Всемирно известный американский религиозный и общественный деятель, пастор баптистской церкви, теле и радиопроповедник, автор большого количества книг, член самокопного баптистского объединения в мире Южной Баптистской Конвенции, венгелист стал всемирно известен в конце 1940-х годов. Один из его биографов поместил его в число самых влиятельных христианских деятелей 20 века. Он организовывал большие собрания в помещении и под открытым небом, на которых проповедовал, затем эти проповеди транслировались по радио и телевидению. Некоторые из них все еще транслировались и в 21 веке. В течение 60-летий своей работы на телевидении Грэмм ежегодно проводил так называемые крестовые походы. Инвестиционные кампании, которые длились с 1947 года до его выхода на пенсию в 2005 году. С 1950 по 1954 годы он также вел радиопередачу «Часть принятия решений». Грэмм отвергал расовую сегрегацию и, начиная с 1953 года, сотрудничал с афроамериканскими проповедниками во время пробуждений и крестовых походов. В 1957 году он пригласил Мартина Лютера Кинга, младшего, для совместной проповеди на пробуждение в Нью-Йорке. Деятельность Билли Грэма повлияла на многих людей и побудила их к осознанному выбору между Библией и постмодернистскими взглядами. Согласно его веб-сайту, общее количество людей, которые слышали проповеди Грэма вживую на различных собраниях, включая всемирную миссию, БМС и глобальную миссию, составляло 210 миллионов человек в более чем 180 странах и территориях. Грэм был духовным советником, президентом США, давая духовные советы каждому президенту от Гарри Трумэна, 33-й президент США, до Барака Обамы, 44-й президент. Он был особенно близок с Дуайтом Эзенхаузером, Ричардом Никсоном и Линдоном Джонсоном, который был одним из его ближайших друзей. Также на протяжении всей своей жизни он дружил с другим телевингалистом, пастором основательным Хрустального собора Робертом Шулером, которого Грэм угорел начать свое собственное телевизионное служение. Грэм являлся руководителем многих СМИ и книжных издательств. По словам его сотрудников, более 3,9 миллиона человек откликнулись на приглашение Билли Грэма принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Идгализация Грэма была положительно воспринята протестантскими динаминациями, майстрима, поскольку он поощрял тех людей, которые были обращены во время его поездок, оставаться в своих церквях или возвращаться в них. Несмотря на свои подозрения и опасения по отношению к римскому католицизму, распространенные среди современных протестантов, Грэм в конечном итоге установил дружеские отношения со многими деятелями Американской католической церкви, а позже способствовал единству между католиками и протестантами. По состоянию на 2008 год предполагаемая аудитория Грэма включала радио и телепередачи превысила 2,2 миллиарда человек. Одна только телевизионная передача в 1996 году могла охватить телеаудиторию 2,5 миллиарда человек во всем мире. Благодаря своим крестным походам Билли Грэм лично проповедовал Евангелие большому количеству людей, чем кто-либо в истории христианства. Грэм был в списке наиболее уважаемых мужчин и женщин Института Гелла в 61 раз. Грант Ваккер пишет, что в середине 1960-х он стал великим легитиматором. К тому времени его одобрение повышало статус президентов, делало приемлемой войну, приносило позор сторонникам расовых предрассудков, заставляло желать порядочности, отвергать непристойности, давало престиж в гражданской сфере. Мы видим, братья и сестры, что более известного проповедника, евангелиста в 20 веке и вообще, возможно, в истории христианства не было. Казалось бы, просто величайший успех, величайшая популярность. Своей популярностью он может, если брать в христианской среде, сравниться только, возможно, с главой Ватикама. Те тоже собирали миллионы аудиторий. Несмотря на то, что совершалась вот эта массовая ингаляционная работа, мы должны быть, потому что еще и дальше транслируется, есть проповеди и Билли Грэма, и в целом мы должны понимать, нужно ли нам слушать его проповеди, например, как нам относиться к его идеям, к его учению. Одно из таких учений следующее. После крестового похода 1957 года в Нью-Йорке некоторые более протестанты-фундаменталисты критиковали Грэма за его экумунизм, даже называя его антихристом. Грэм выражал инклюзивнистские взгляды, предполагая, что люди без явной веры в Иисуса Христа тоже могут быть спасены. В интервью 1997 года Роберту Шулеру Грэм сказал, «Я думаю, что все, кто любит или знает креста, осознают они это или нет, они являются членами тела Христова». Бог призывает людей из этого мира во имя Его, не зависит от того, происходят ли они из мусульманского мира, буддистского или мира неверующих. Они являются членами тела Христова, потому что они были призваны Богом, они могут не знать имени Иисуса Христа, но в своем сердце они знают, что им нужно то, чего у них нет. И они обращаются к единственному свету, который у них есть, и я думаю, что они спасены и впоследствии будут с нами на небесах». Иоанн Мюррей, имеющий консервативную протестантскую точку зрения, пишет, что «Уступки Грэма – грустные слова того, кто когда-то горел на основе библейских определений». То есть фактически Билли Грэм горит следующее, что несмотря, или ты христианин, или мусульманин, или буддист, или вообще ты являешься верующим человеком, все равно ты являешься членом тела Христова, и ты будешь на небесах. К чему же тогда все проповеди его, евангелизации, призыв к покаянию, к принятию Иисуса Христа? То есть, понимаете, позиция следующая. Лучше, конечно бы, чтобы принять Иисуса Христа, но если и не приняли, если вы и не стали христианами, не говорю уже о том, являетесь вы или настоящими христианами, делая ставку на освящение, то вы все равно спасетесь. И он говорит, вера в своего рода в свет, знаете, как в мудистском мире, там другие у них, разная рода вера во всемирный разум и тому подобное. Хотя у них тоже есть наименования, есть их, скажем так, божеств и так далее. он содействовал такому сближению протестантизма с католичеством. Когда он даже призывал людей к покаянию, он говорил им возвращаться в их церкви, где они были. Или, например, там, если он мирской человек, приходит в церковь, скажем так, не делая какой-то акцент на том, куда именно приходить. Хотя, конечно, он относился к баптистскому направлению его служения. Что мы читаем в Слове Божьем? «И услышал я иной голос небо горящий, выйди от неё, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её. Ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её». Он является прямым представителем вавилонской блудницы, братья и сёстры. Я видел его общие выступления, его призывы тоже на экономических собраниях, где вместе собирались, совершали служения и мусульманы, и буддисты, и христианы разных конфессий. Одна часть служения проводит мусульмане, но они вместе молятся с христианами. Следующую часть проводят служения христиане, потом, например, буддисты, и так далее. Вот это экономические служения, это прямое отображение вавилонской блудницы, связь с миром и связь с иными языческими религиями. И есть призыв, что народ Божий должен выйти из неё, с этой вавилонской блудницы. Выйдет из неё, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах её, не подвергнуться язвам её, не попасть под проклятие, не погибнуть, не попасть в ад, братья и сёстры. Это очень важно. Лютер, наоборот, совершил мощное пробуждение. Он отделил настоящее христианство от католичества, от тех всех заблуждений, которые шли в разрез Евангелия Божия. Билигрим, наоборот, фактически можно назвать анти-Лютер, снова соединяет, пытается соединить католичество с протестатизмом. Я призываю его к тому, чтобы вы не обольщались вот этими большой популярностью этого человека. Это вообще хочу вам сказать, что, как правило, очень известные проповедники, это, как правило, лжеучителя. Потому что очень сильно стать популярным, известным в нынешнем мире, это, как правило, нужно иметь вот этот блуд духовный с миром. Считается, что вот этому продвижению, вот этой известности Билли Грэма содействовали иллюминаты. Он брал от них деньги, немало свидетельств об этом. И они, конечно же, требовали, чтобы он горел вот эту ересь, что все спасутся, можно так сказать. Ещё раз говорю, какой смысл тогда покаяния? Вначале, да, он более, как сказано, более пытался гореть в таком христианском направлении. Хотя я слушал тоже его проповеди, ну что, он говорил, как правило, братья и сёстры, тоже такие общие фразы. Лжеучителя говорят об Иисусе, но Иисус и так известен. Они говорят о грехе, но только на уровне мирского приличия. Этим создают ширму, внешний облик религиозности, христианства, а дальше внедряют ереси, отравляя вас. То есть они говорят о том, об Иисусе, но Иисус и так известен. Они говорят о грехе, но только на уровне мирского приличия, чтобы создать вот эту ширму религиозности и христианства, братья и сёстры. Вот это внешнее благочестие, как обличал Господь, фарисеев и многих книжников. Но это делается для того, чтобы потом внедрять свои ереси, вот эти всякие лжеучения и отравлять христиан. Поэтому не соблазняйтесь известностью Билла Грэма, его чуть ли можно назвать лжеучителем. Не обольщайтесь тем, что даже многие скажут, ну вот многие люди даже покаялись под его проповедью. Но если даже человек сделал некоторый шаг вперёд через его проповедь, но он дальше же не призывал. Хорошо, если человек находится, например, в организации святителя Иегов, в адвентистов седьмого дня и так далее, идите назад в своей церкви. Нет, он должен был проповедовать, что дальше. Ну хорошо, человек даже если покаялся, а дальше ему нужно расти духовно. Какой смысл покаяния, братья и сёстры? Если он дальше не будет расти. Оно не приносит спасения, так как тому, которому дано один талант, он просто взял его, спрятал. Ну внешне его бросить. Нет духовного роста, нет духовного продвижения, нет освящения, нет чёткого понимания евангельского учения. Поэтому сказано, не прикладяйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение и праведности с беззаконием, что общего света со тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель. Видите, только когда вы выйдете, я буду вам Богом, а вы будете моими сыновьями и дочерями. Выйдите с этой вавилонской буднице, поэтому не нужно слушать Билли Грэма, прямо вам скажу. Это лжеучитель, а его взгляды вообще пагубны, опасны, смертоносны, я бы даже сказал в духовном смысле. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, ведет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут в тот день, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Видите, здесь отчетливо говорят, что это люди даже, которые имели дарование. Но тем не менее, Господь сказал, вы чужие для меня, не знаю вас, потому что вы творили беззаконие, вы нарушали Слово Божие. Мало того, что нужно отчетливо различать и видеть приоритет Нового Завета над старым, нужно твердо стоять на позициях Нового Завета и жить по Новому Завету, так он даже христианство, можно сказать, как бы сливает в одно с языческим вероисповеданием. То есть особо нет и смысла оставлять свое языческое вероисповедание и служить Христу, более того, служить еще и, еще раз говорю, будучи преданным Словом Божьем освящаться, расти духом. Поэтому в целом, если оценить, да, он горел, он призывал, но это больше была ширма. Вначале он был ближе, можно сказать, к христианству. Позже он вообще, можно сказать, стал прямо анти-лютером, врагом христианства. Это типичное отображение вавилонской блудницы. Поэтому, что мы видим и главы Ватикана, они имеют большущий успех, вся слуху, и тоже прямо можно отнести к вавилонской бубнице. И вот Билли Грэма тоже, можно так сказать, как брат был главу Ватикана братом. и тот был тоже, и страна, и религия два в одном, и здесь тоже большущие, скажем так, и политические деятели, и советники президентов, и так далее, большой успех. Но это далеко от настоящего христианства. Поэтому не соблазняйтесь его популярностью и тем даже, что он, казалось бы, собирал многие аудитории. Он говорил еще раз то, что фактически и так было известно. Но он не говорил о священии. А в конце он вообще, можно прямо сказать, унизил Христа и христианства и в ангельское направление в христианстве. Поэтому, конечно же, братья и сестры, конечно же, вам не нужно это слушать, и прислушать своего к идеям и так далее. Это типичный представитель, можно так сказать, команды лжеучителей. Поэтому проявляйте твердость, бодрость и прислушайтесь к людям, которые проповедуют вам чистые, настоящие, полные Евангелия. И не особо обращайте внимательно на то, насколько они популярны. Очень часто наоборот, братья и сестры. Мини популярные проповедники, они, как правило, больше могут сказать вам правду, потому что они не льсят слуха, не имеют такого авторитета, как всемирно известные проповедники. Потому что те проповедуют широкий путь, они льсят слуху, и многие идут за ними. А малоизвестные проповедники, они проповедуют истину, и немногие идут за ними. Еще раз говорю, проявляйте преданность и преданность нашему Господу Иисусу Христу, Его Слову. Двигайтесь направлении любви к истине. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын, Идух, Аминь. Аминь.